Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Есть парень бывший. Мы расстались, с ним разрыв очень болезненный для меня был. Сейчас он снова появился, как ни в чём не бывало. Вижу, что тянется ко мне, но есть подруга бывшая в прошлом со мной. Поступила не очень. Он об этом в курсе, но продолжает с ней общаться. Скорее всего, это за 100% гарантия. Сказать не могу, но она не упустит шанса, чтобы ему меня очернить. Как поступить? Сказать ему, что я не хочу ничего иметь с ним общего, потому что он с ней общается? Для меня это предательство. Помогите советам, что делать. Как мне кажется, здесь вы очень много, мне кажется, здесь вы всего в одну кучу размещали. И разрыв, и появление мужчины, и бывшую подругу, и предательство, и совет, как поступить. Вот, то есть мне кажется, что для начала надо как-то всё это немножечко так разъединить, чтобы не мешаться в одну кучу, как это вот сейчас у вас происходит. Ну, потому что, извините, но психологи советов не дают. Да? Вот. Это первое, с чего нужно начать. Что психологи не дают советов. Я думаю, что вы сами, вы сами вполне способны решить, как вам поступать. Я думаю, что вы сами вполне, ну, способны принять решение по этой, по, так скажем, ситуациям. Вот. Я думаю, что вам не нужен кто-то для того, чтобы, условно говоря, да, решение принять. Я думаю, что вы сами совершенно спокойно можете принять решение. Да, вам нужна помощь, вам действительно нужно помочь в себе разобраться, вам действительно нужно помочь определиться с вашими чувствами. Это верно. Но, на мой взгляд, вам абсолютно не нужно, чтобы за вас принимали решение. Это было бы не честно, вот, как мне кажется. Ну, вот. По отношению к вам. Это было бы не справедливо. Вот. На мой взгляд. И, в общем-то, это было бы очень сильно, как мне. Кажется, очень сильно бы это вас обесценивало. Обесценивало. Ну, вот. Дальше. Дальше. Вы говорите, что вы остались пятыми. Вот. Из-за чего? Какая была причина расставания? Вы говорите, что для вас это было болезненно. Вот. Ну, то есть. Расставание было болезненно для вас. Более чем. Более чем. Понимал бы. Вы прожили это? То, что. Для вас вот. Ааа. Ну. Расставание было таким болезненным. Почему оно было для вас болезненным? Исходя из того, что вы описываете, я мог бы предположить. Только предположить. Что вы как-то сильно зависите от людей. И как-то у вас есть. Ааа. К людям. Ааа. 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 Ну, довольно. Серьезные. Мммм. Требования. Вот. Довольно серьезные ожидания. У вас есть. К людям. Вот. Если это так. Если это так. То это большая проблема. Потому что. Ааа. Люди имеют. Ааа. Имеют. Ааа. Такое свойство. Ааа. То, чего мы от них ждем, не оправдывает. Ааа. Поэтому лучше бы нам. Ааа. Вот. В этом. В этом смысле. Ааа. Как-то вот. Сразу. Ааа. Ну. С этим определиться. Да. Вот. Лучше бы нам. Ааа. С вами. Ааа. Сразу. Как-то бы. Вот. К этому. К этому. К этому. Пройти. Да. К этому вопросу. Пройти. Да. Чтобы. Как-то вот. Ну. По возможности. Больше к этому не возвращаться. Да. Вот. Что. Люди. Вот. Ожидание. Наши ожидания. Не оправдывают. Вот. К сожалению. Если. Если. У вас. Ээээ. Повторит. Присутствует. Ожидание. От людей. Вот. То это. Ээээ. Связано. Как. Ну. Как правило. Это связано. С тем. Ээээ. Что вам самой. Ээээ. Ну вот. Хочется. Ээээ. С людьми. Это. Не связано. Вот. Понимается. Да. О чем это речь. Надеюсь. Надеюсь. Что вы это понимаете. Эээ. Дальше. Вы говорите. Значит. Вам. Эээ. Что вам было болезнено. Вот. Эээ. Эээ. Я вас. Более чем. Прям. Понимаю. Я понимаю. Что вам было болезнено. И. Понимаю. Что. Скорее всего. Эээ. Эээ. Боль. Эээ. Боль. Боль еще присутствует. Вот. Ну. Как было. То что вам больно. То что. То что. То что вам больно. Да. Да. Еще. Вот. Эээ. Имеет место быть. И. Соответственно. Для меня. Что. Интересно. Вот. Ээ. Для меня. Здесь. Интересно. То. Эээ. Собственно. Что вы с этой болью делаете. Да. Вот. И. Для меня. Интересно. Эээ. То. Как вы. Эээ. Вот. Эээ. Приходите к тому что вам больно. То есть. Что составляет. Да. И. Что определяет. В общем. В общем. Эээ. Вашу боль. Вот. Это на мой взгляд очень важный момент. Потому что. Эээ. Вот. Вроде бы. Вроде бы вы говорите. об этом. Что вот. Ну. Что мне больно. Вот. Вроде бы. Это. говорить об этом. Но сути, вот именно сути, сути, winner не раскрывает. Ну сути того, что вам будет. А это очень важный момент. Дальше. Выпишет. Молодой человек, значит, появляется. Появляется. Так, как будто, ну, ничего не произошло. Вот. И как будто бы ничего не произошло, да, он с вами общался. Я согласен. Я согласен с тем, что это неприятно. Ну так, правда заключается с другой стороны в том, что вы можете с ним не общаться. Вот. То есть правда заключается в том, что вам не обязательно с ним общаться. Вы же как будто бы принимаете то, что он ведет себя, как ни в чем не бывало. О своих чувствах молчит. Дальше. Бывшая подруга, который вас очерняет. Да? Ну вот, как вы, как вы говорите. А почему молодой человек не может с ним общаться? Ну то есть. Она очерняет вас. Она что-то там, условно говоря, не поделила с вами. Да. Это правда. Но причем здесь молодой человек. Понимаете, да? То есть как бы вот эта вот история про то, что не общайся с ней или не общайся с кем-то, и тогда я не буду. И тогда я буду с тобой общаться. На мой взгляд, эта позиция немножечко деструктивна. Потому что вы здесь, к сожалению, ну нарушаете как бы личные границы человека в том смысле, да, что он же сам решает, с кем ему общаться. Он сам решает, как ему общаться. И так далее. Вот. Вы называете это предательством. И вот тут я бы вспомнил как раз о том, о чем говорил какое-то время назад. Что у вас есть ожидание от людей. Вы ожидаете, что люди будут поступать по отношению к вам. Каким-то образом. Вот. А люди, люди не поступают. Вот. Понимаете, да? Чем-то штук. И вы как бы вот из-за этого страдаете. Вот. Что ваши ожидания не оправдываются. Вот. Хотя, логично. На мой взгляд, здесь предположить, что, чтобы люди вас не предавали, не нужно от них ничего ожидать. Вот. И, конечно, вам больно, что, ну вот, подруга ваша поступает, так скажем, определенным образом. Да? И я вам сочувствую. Ну, на мой взгляд, необходимо, чтобы вы преследовали свои чувства здесь. То есть, от чего мне больно? Что меня в этой ситуации задевает? Вот. Что меня в этой ситуации задевает? Что меня конкретно напрягает? Вот. Что меня конкретно в этой ситуации тяготит? Вот. На это вам нужно обратить свое внимание. Как мне кажется. Почему? Потому что ваши трудности, так скажем, они проистекают из этого. Из того, что вы чего-то от людей ждете. А это не обрадуется. Самое главное заключается в том, что когда вы ждете, так скажем, от людей какой-то модели поведения, модели поведения, когда вы ждете, то в этот момент, то в этот момент, это важно. Вы игнорируете себя. Вы игнорируете то, что происходит с вами. Вы игнорируете то, чего вы сами хотите. Ставя это в зависимость от того, как поступают и что делают другие люди. Согласитесь. Это весьма неприятно. Весьма неприятно, когда ты чувствуешь себя. Ну вот. Таким зависит от людей. Вот. Я думаю, вряд ли вы будете с этим спорить. Но тем не менее, это факт. И вот в этом направлении, как мне кажется, вам и нужно двигаться. То есть опираться по возможности больше на себя. Стараться следовать своим собственным чувствам и вашим собственным целям, желаниям и стремлениям. На что это влияет? Вообще говоря, это влияет на такой важный момент, как основы выстраивания взаимодействия между вами и другими людьми. Что это значит? От того, как вы воспринимаете себя. От того, насколько вы к себе прислушиваетесь. Да. Да. Вот. Вот. Прислушивайтесь. Прислушивайтесь. К себе. Зависит. Грубо говоря, качество. Качество. Взаимодействие между вами и людьми. Вот. Понимаете, да? Какая история. Вот. А вы... По моим... По моему наблюдению... По моим наблюдениям... Вы... Себя... Ну вот. Я бы сказал... Довольно-таки... Довольно-таки... Довольно-таки серьезно вы себя обесцениваете. Вот. Есть у вас такой момент. И обижаетесь. Обида это история про... Перекладывание... К сожалению... А ответственности. За... За... То, что происходит... Со мной... На других людей. Понимаете? Понимаете? Понимаете, да? То есть... Иными словами... Со мной... Что-то происходит... Мне... Что-то... Что-то неприятное... Я... Что-то чувствую... Но... Обвиняю... В этом... Других... Других... Других людей. Понимаете, да? И... И... В итоге... Ничего хорошего... Эм... Из этого... Кон... Конечно же... Эм... Не... Ну... Не... 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 Получается... Вот. Вот. Такой момент. Такой ответ. То есть... Здесь... Эм... Я надеюсь... Вы... Отдаетесь себе в этом отсчет... Что... Эм... Здесь... Тело не... Эм... В том... Какой... Мы можем... Эм... Дать вам совет... Эм... Дать вам совет... Эм... Здесь дело... Эм... В... Проработке... Эм... Ваших... Внутренних... Эм... Конфликтов... Эм... Самой собой... Эм... Для того... Чтобы... Эм... Более... Эффективно... Взаимодействовать... С людьми... Так... Как вам этого хочется... Например... Вот... Сейчас... Можно сказать... Эм... С уверенностью... Что этого не происходит... Эм... Сейчас... Можно сказать... С уверенностью... Что... К себе вы не прислушиваетесь... Вот... Вот... И... И... Страдаете... Конечно... Об... 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 Никто не говорит, что делать этого нельзя, но будете ли вы счастливы, если будете так поступать. Я не думаю, что прям-таки от хорошей, хорошей жизни, да, вы обратились к нам надо, вы сталкиваетесь с проблемой того, что люди, по-видимому, несколько неуважительно к вам относятся, вот не ценят вас, а вы, вы, конечно, хотите воценить это нормальное человеческое желание, вот. И вот именно поэтому необходимо работать с вашей самооценкой. На этом все, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Удачи! 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 Удачи!